Ангелина, ты как будущий президент, расскажи о своей предвыборной кампании. Прежде всего я хотела бы, чтобы все ученики запомнили, что чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя. Итак, я составила программу моих действий. Мы создадим поддержку для всех редколлегий, будем всеми силами поддерживать корреспондентов, фотографов, делиться знаниями и компьютерными возможностями. Будем способствовать расширению волонтерского движения для всех, кто нуждается в помощи. Также в наших планах восстановить работу школьного радио «Мечта». Почему тебя заинтересовала именно рубрика «Радио», а не какая-нибудь другая рубрика? Ну, прежде всего я хочу, чтобы и учителя, и ученики получали актуальную информацию прямо на переменных, в онлайн-трансляции. Ну, а также для поднятия настроения актуальной музыкой, музыкальной новинкой. А что еще ты планируешь для поднятия настроения учеников? Большое внимание мы будем уделять культмассовым работам. Это будут тематические вечеринки с определенным дресс-кодом, а также литературные и музыкальные вечера. Также мы будем информировать о возможности культпоходов в театры, музеи, а также экскурсии по городам и даже странам. А еще я планирую создать актерскую студию, где я буду преподавать начальные возможности актерского мастерства, а также будут постановки спектаклей, пьес и развлекательные программы. Общественная организация «Республика Мечта» — это экологическая республика. Как именно планируете заниматься этим проектом дальше? Мы, как «Республика Мечта», будем активизировать работу с проектами, с нашим партнером, с Украинской экологической общественной организацией «Мама-86». Это информационно-просветительная программа по обеспечению равного права на воду и санитарию. И также про опасность пестицидов. Также мы продолжим собирать батарейки, так как это является очень опасными токсическими отходами. И много есть других планов. А будете вы продолжать озеленение пришкольной территории, уборки? Конечно, мы продолжим озеленять нашу территорию и выходить на субботники. Антелина, я предлагаю тебе в течение минуты обратиться к своим избирателям. Дорогие избиратели, я призываю вас голосовать за меня. Я сделаю все, что есть в моих силах, чтобы наша жизнь в школе была очень насыщенной, веселой и интересной. Голосуйте за меня. Спасибо большое. Желаем тебе, чтобы ты победила в школьных выборах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.